Вот в одной из стран ОДКБ, ты знаешь, их очень часто называют ОДКБ клубом диктаторов, потому что там люди, которые с схожими с Владимиром Путиным привычками править вечно, переписывать конституции. Вот в Казахстане, в стране члене ОДКБ, в государстве, которое всю эту зиму, весь январь кипели протесты, и до войны это было там главное политическое, что происходило в целом на постсоветском пространстве. Там происходит референдум. Вчера проходил референдум по изменениям конституции. Но не обнуление, как у нас это было, а тоже переписывали что-то под себя власти Казахстана о том, как прошел этот референдум, что это значит, что сейчас происходит в Казахстане, об их отношении к войне и о возможном участии и неучастии их вооруженных сил. Поговорим с лидером казахской оппозиции. К нам в эфир получается Мухтар Аблязов. Мухтар, здравствуйте. Здравствуйте. Начать хочется с референдума, о котором мы упомянули, который прошел, я так понимаю, вчера в Казахстане. Если можно, поясните российским зрителям смысл этого действия и как оно все прошло? Ну, смысл дело в том, что россиянам, думаю, очень будет понятно, но вас, скажем, было более убедительно, когда существовал тандем Медведев и Путин, и когда все считали, что вроде Медведев настоящий президент, а в 2012 году неожиданно выяснилось, что у них там был сговор. Собственно, хотя Медведев действительно был похож на президента, а в Казахстане аналогичная была идентичная ситуация, когда Назарбаев в 2019 году как бы ушел, но при этом остался председателем Совета Безопасности, который назначал всех силовых министров, все так называемые губернаторы регионов согласовывались с ним. То есть фактически он как бы ушел, но на самом деле не ушел и поставил номинал. Потом номинала поставил такого открытого. Во всяком случае, Путин до января этого года никак не мог запомнить имя, отчество нынешнего президента. Он все время путался, и вся страна по этому пункту развлекалась. То есть это просто показывало, что это номинальный президент, в отличие от похожего хоть на президента Медведева. Поэтому этот нынешний президент, когда в январе случились массовые протесты, десятки тысяч в Алмате и сотни тысяч вышли на протест и снесли, по сути дела, власть, если бы не просьба к Путину. И Путин по линии ОДКБ тащил войска, и они сумели поугасить протесты. И поэтому, чтобы выглядеть настоящим президентом, который пользуется якобы народной поддержкой, нынешний президент решил объявить, что проводит референдум. И, собственно, если референдум состоится по его сценарию, то аккаунт как бы становится более легитимным. Народ как бы поддержал его. Вот, собственно, вот в этом его цель и заключается. Позвольте, я видел публикацию о том, что вот именно обнуления как такового у президентских сроков нет. И плюс, особенность, в Конституции теперь будет прописана, насколько я понимаю, запрет на членам семьи президентской нахождение во власти, то, что при Назарбаеве было постоянное, что было объектом для бесконечных антикоррупционных расследований. Это, скорее, хороший позитивный сигнал, или это тоже какой-то подводный камень у этой статьи новой Конституции имеется? Нет, такого всего этого нет. Но, во-первых, это внешняя власть заявляла, что при коллегии Назарбаева будут отняты, что он не лидер будет опернаться, и всякое упоминание о нем будет из Конституции убрано. Что на самом деле оказалось полным враньем, потому что статью 4, точнее, пункт 4 статьи 46 убрали, где говорилось о лидерах нации, но зато осталась третья статья, которая говорит, что экс-президенты страны получают полную неприкосновенность, охрана, содержание за счет государства, а в нашей стране единственный экс-президент – это Нур-Султан Назарбаев. Собственно, просто таким образом попытались обмануть людей, что люди же знают, они ненавидят Назарбаева, и таким образом хотели показать, что это новая власть без Назарбаева. Но это же смешно, потому что город, столица – Нур-Султан, университет – Нур-Султан, центральный аэропорт – Нур-Султан, все центральные улицы и площади – Нур-Султан. И поэтому только для абсолютных зомби, какой аргумент может быть принят, что, оказывается, мы уходим от эпохи Назарбаева. Это раз вранье. Второе, вы вдумайтесь, что вы сейчас процитировали казахскую сторону. Якобы из Конституции уберут или вобьют цитатой, не позволяющей членам, родственникам, действующей главой государства занимать тельные государственные посты. Ну, во-первых, это уже сам, собственно, посыл нарушает нормы Конституции. Нормы Конституции, чётко говорится, все граждане страны равны перед законом. И это не имеет значения, родственникам, неродственникам. И поэтому вписание вот такого тезиса или фразы, оно, собственно, само договоречет базовому принципу Конституции, когда все граждане страны равны перед законом. Поэтому это просто некий популизм. Ну, ещё я вам, чтобы вы понимали, какие слова вбили. Земля, её недра принадлежат народу. Раньше было прижить государство. Но от имени народа этим будет управлять государство. То есть, ну, что изменилось? Как управляло государство, так и будет. Во всём мире это так. Поэтому это просто популистская фраза. Или следующее. У нас есть должность государственного секретаря. Ну, это человек, который награды раздаёт. Заменили слово государственного секретаря на государственный совет. Люди голосуют за это. Или есть конституционный совет, который не обладает никакими полномочиями. Просто он интерпретировал те или и полномочиями конституции. Теперь заменяется слово на конституционный суд. И этих судей назначает, собственно, сам президент. В общем, вот такого рода поправки. И люди пошли на референдум. Они должны были сказать да или нет. При этом они пришли на выборы и спрашивали, что там в конституции? Что мы голосуем? И не было материалов, поясняющих даже это. И хотя власть в предварительном итоге объявила, что почти 70% населения пришло, в реальности у нас в лучшие годы даже 20% не приходило населения. А здесь на референдум должно было прийти большинство. Вот почти 12 миллионов, значит, где-то должно прийти более 6 миллионов. Теперь они заявляют, что пришло 8 миллионов. Значит, что такое 8 миллионов? Когда в Алмате вышло там около 600 тысяч, и ОМОН перешел на сторону народа, армия перешла на сторону народа, 20 тысяч в регионе выходят, все. Власть дестабилизируется, это тысяча людей на улице. А тут, представьте, 8 миллионов. Поэтому это все, скажем, духи Назарбаева. Это было помпезно, обман. Никаких 8 миллионов не было. Такие же вбросы. Я вот вам предварительно закинул материал. Не знаю, вы, наверное, видели. Когда люди ходили на избирательные участки, выяснялось, что за них уже проголосовали. В списках уже стояли фальшивые подписи и так далее. То есть это не новый Казахстан. Не какая-то вторая республика, которая пытается завеять, убедить. Это просто продолжение курса Нур-Султан Назарбаев со столицы Нур-Султан и так далее. Поэтому попытка обмануть международную общественность, сказать, что народ поддержал. Внутри страны пропаганда будет раскручивать по всем каналам, что вот его поддержали. Это для дураков. И, собственно, это люди прекрасно понимают, потому что люди не пошли на эти люди. Скажите, пожалуйста, в странах СНГ, если еще такая аббревиатура осталась, там довольно большой опыт общения с бывшими президентами. Есть там, не знаю, как там, Шушкевич, который там был президентом Беларуси, там остаток жизни просидел на пенсии. Был Янукович, которому там пришлось бежать из страны. Был, не знаю, Медведев, который там ему дали какую-то солидную должность, потом эту должность отобрали. Ну, все равно он как-то при должности. Вот как вам видится будущее Назарбаева? Кем он будет? Каким-то типа Шушкевича? Или ему дадут какую-то должностишку, и все у него будет хорошо в дальнейшем? Собственно, если этот режим удержится, а я так не считаю, то, когда я говорю режим, чтобы вы понимали, это и Путин. Потому что нынешний президент Казахстана, он просто лежит, он его бассал Путина. Так вот, решение, вот то самое будущее, которому вы задаете вопрос, лежит за Путиным и Тукаевым. И это системная вещь. Собственно, почему название Нур-Султан? Потому что, ну, представьте, Путину скажем, ты своих кидаешь. Поэтому они его задвинут, но при этом какие-то внешние почести оставят. И, ну, он будет как Янукович, наверное, получше иногда появляться. Он даже, ну, у человека как бы отбирали, считалось по версии власти, его привилегии, он пришел, проголосовал, пресса, ему аплодировали. Это человека, которого памятник свалили и вешали в январе, его памятник, это такого в мире аналога нет, что памятник вешать. Представьте, этот человек пришел голосовать, чтобы якобы у него отобрали привилегии. Поэтому на ваш вопрос я бы ответил так. При сохранении режима Путина и Назарбаева-Такаева, он, конечно, будет находиться в Казахстане под определенной защитой. Какую-то собственность уже у него отжимают, у его внуков, детей, отожмут. Но в целом он останется. Но как только режим сменится, мы его арестуем, все конфискуем, посадим всех, тотально. Включая Такаева. Отличный настрой, Мухтар. Позвольте спросить вас про отношение в обществе Казахстана к войне, которое сейчас происходит, которое реализовал Владимир Путин. Сегодня один из высокопоставленных единороссов, членов партии Путина, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов сказал о том, что в случае необходимости страны УДКБ присоединятся к, как он это называется, спецоперации, мы это называем, к войне на стороне России. Насколько на ваш взгляд это реалистичный сценарий, поддерживает ли общество Казахстана задействование казахских войск на территории Украины? Вот если бы вы меня спросили, поддерживается общество России, вы бы мне сразу ответили, что общество никто и не спрашивает. Путин принял решение, называемое спецоперацией, назвал его, и все, поехало. В случае с УДКБ, УДКБ это, собственно, войска России. Относительно небольшие армии есть у белорусов, чуть побольше в Казахстане. У остальных членов УДКБ армии нет. Это одно название армии. Поэтому все УДКБ это Россия. Это первое. Второе. Понятно, что у Украшенко или Беларусь не имеет никакого суверенитета. Это его правая рука. Поэтому у Беларуси, членов УДКБ, спрашивать особо не будет. Тем более, рычагов много надавить на него. Если говорить о Токаеве, это, я как сказал, вассал Путина. Конечно, он против. Он не хочет. Он прекрасно понимает, что, называется, все равно исход будет замочен, что называется, упрощенно говорить, в итоге. Но Путин рядом и зависимость его психологическая и любая другая выше, чем от Запада. Что называется, вот он под боком, поэтому он будет вынужден сказать «да». Если говорить именно о народе Казахстана, то народ Казахстана безусловно, в целом, я не могу сказать, что 100%, в целом противники, потому что все эти предыдущие годы все время сыпались угрозой со стороны рупоров Путина в сторону Казахстана, что Казахстан в северной территории, это вообще не их. Вообще Казахстан, как Жириновский говорил, так же, как по Украине, что такого государства не было. Поэтому вы понимаете, что Казахстан находится в такой же ситуации, как Украина, и население в целом просто ненавидит режим Путина. И, собственно, теперь они узнали, что такое ДКБ, которое в сентябре участвовало в массовых расстрелах людей. Поэтому, если говорить о мнении народа, оно будет категорично против. Более того, если такое решение будет озвучено, я уверен, что в кратчайшие сроки наш режим падет. Я это предоставлю буду. Спасибо большое. Мухтар Аблязов, один из лидеров казахской оппозиции, был в наших эфирах, отвечал на вопрос, какие настроения царят в обществе Казахстана и как прошел референдум. Спасибо вам большое.